Огромное спасибо Бустера! Именно для вас Somebody Wants Told Me! Ну вы поняли, да? Но я и приложился, боже! Ау, где я? Ау! Я... Чак ревью представляет? Кто? Да где я вообще нахожу? Берегись злой Огр Шрек, что ли? О! Это... Это же... Это же дом Шрека! Кайф! Я не... Шрек! Это же Хрек! Я тебя так долго искал! Я... О! Шрек! Помириться он был за тобой! Это Шрек! Ну что ты, Шрек! Это Шрек! Приветствую! Вот эту заставочку Ника замутил, да? Но Шрек того заслуживает, ведь он всесилен, гениален и сексуален. Удивительно, как этот зеленый черт вышел за пределы киноэкранов. Хлопья, комиксы, игры и даже мюзикл. Не, я не вру, по Шреку реально сделали мюзикл, который выглядит крайне загадочно и клипово. Все началось еще до выхода оригинального Шрека на большие экраны в 2001 году. Еще в декабре 2000-го DreamWorks сделали достаточно большую ставку на зеленого, подписав пятилетний контракт с издателем TDK Mediactive на создание игр по лицензии. В начале 2001-го Microsoft анонсирует свою консоль шестого поколения, которая должна была потягаться Sony и их PlayStation 2, оригинальный Xbox. В числе самых первых тайтлов приставки числился Шрек, разработанный канадским подразделением известнейшей ныне студии DICE, которую подарил нам Battlefield. Игра вышла в ноябре 2001-го, через полгода после премьеры мультфильма. Мое знакомство с этой игрой началось, как ни странно, с пиратской копией для первой Соньки. Скриншоты на задней части коробки вызывали нехилое недоумение. Шалтай-болтай, какие-то дракончики, красная шапочка, что это такое, это уже не было в мультфильме. Но оттого было интересно узнать, что же за чудо там прячется. Как можно догадаться, в коробке была не эта игра. Одно сраное, вонющее недоразумение, о котором расскажу чуть позже. Стоит ли говорить, что разочарованию моему не было предела. Но вот недавно, накатила она свой Steam-D аккумулятор оригинального бокса, поиграл, и разочарованию моему не было предела. Опять! За всеми этими симпатичными скриншотами все эти годы пряталась невероятно кривая игра, в которую физически больно играть. Постоянные мисклики, корявейшее управление, сбивающаяся шальная камера и просто триллионы глюков, багов и прочих вкусностей. Примечательно, что первую игру по Шреку решили сделать своеобразным сиквелом оригинала. Где Кекс отправляется на вызволение Фионы из лап коварного волшебника Мерлина. Разумеется, сейчас это уже феерическое неканонниче, ведь в прекрасной третьей части нам уже и так показали другого Мерлина. Хотя, можно триквел тоже выписать из канона, пожалуйста? Все, пошел он! Нам нужно выполнить несколько так называемых хороших дел. По пути мы буквально раздаем пинки всяким крысам, ведьмам, паукам, шутам, робо-игрушкам. Короче, самым базированным карапузным мобом. Бегаем мы, значится, по довольно разнообразным локациям. Но в какой-то момент попадаем в самое бесячее и отталкивающее пространство в подобных играх. Завод! Да, даже игре с сеттингом средневековой сказки нашлось место всем этим гадким трубам, клапанам и прочей индустриальной хрени. И вкупе с блеводными цветными фильтрами, коричневым саундтреком и просто невыносимым геймплеем мы получаем натуральную пыточную жижу, которую уже поскорее хочется дропнуть. Что, собственно, я и сделал. Вы уж меня простите. Удивительно, как игра смогла создать для меня вот такой ореол загадочности вокруг себя на много лет. И как сильно я в итоге облапошился, поиграв в нее. Ну и подумали, значит, издатели, что с таким ошеломительным заходом Шарексу явно бы не помешала какая-нибудь помощная поделка для портативок. Ну ладно, наверное, никто так не думал, но мы получили ровно это. Прошу любить и жаловать Шрек Фэрри Тейл Фрикдаун для Геймбой Калор. Визуально все, ну, очень грустно. Нас встречают, ой, ё-моё, криповейшие фейсы главных героев. Им явно очень хреново существовать в этой игре. А дальше идет совершенно дурацкий, уродливый и корявый файтинг, где нам предстоит драться за одного из персов с, ну, другими персонажами из мультфильма. Тут, конечно, есть прикольные мувы, как, например, вытягивающийся нос Пиноккио. О, смотрите, чего творят. Но в основном нам дают в применение унылые, однообразные удары. При каждой победе нас Шрек Цунг выдает вот такой триумфальный танец с няшной мордой лица. О, господи. Уж не знаю, кайфовали ли детишки в начале нулевых от всей прелестной игры, но критики разнесли ее в пух и прах. Магазин Гейминг Формер присудил ей почетные полбалла из десяти. Ну, такую победу надо точно отметить танцом. Я, кстати, оставил за скобками одну штуку на ПК, которая выходила еще до старта основной линейки. Шрек Центр Развлечений. Это был сборник меленьких безобидных мини-игр и главоломок, где нам предстояло разгадывать тематические кроссворды, собирать пазлы, давить здоровенной Шрековской ручищей жуков со слезняками и так далее. Забавно, что эта игрулька запустила своеобразную субфраншизу, в которой позже появился сиквел, приуроченный, собственно, ко второй части мультфильма, где мы занимались ровно тем же самым. Но не спешим скакать в 2004-й, ведь жадные толстосумы издателей продолжили дойти оригинал до последней капелюшечки. В 2002-м году выходит... Ой, вот мы добрались до тебя, кусок зеленого калаш. Шрек Охота за сокровищами! Это просто моя детская жопа-боль. Не, ну вы представьте себе, я огромный фанат Пузана, получаю в руки заветный диск с игрой для первой PlayStation, в предвкушении запуская ее и получаю огромный слезевой плевок в лицо. Это забагованная, сратишая, нелепишая, ублюдочная, мерзейшая, гребаная катастрофа. Здесь просрано абсолютно все. Двухполигональный квадратный Шрек, ощущение какой-то безнадеги на совершенно пустых, выжженных локациях, сумасшедшая камера с видом сверху, издевательски ужасное управление, дурацкое подобие сюжета про то, как Шреку нужно собрать вещи для пикника и феноменально бесячая музыка, от которой хочется повеситься. Все настолько полигонально стратно, что ты просто теряешься в этом потоке однообразия. За что ты меня мучаешь, игра? На локациях практически не появляется NPC, и эти бесконечные блуждения в одиночестве нагоняют на тебя экзистенциальную тревогу. Там еще этот туман вдалеке. Я что, играю в Сайлент Хилл под грибами? Где рофлы? Где веселье? Ах да, вот вам, детишки, повторяющаяся кат-сцена после каждого уровня, где Шрек делает из змеи шарик. Спасибо, повеселили. Все, веселье кончилось, детишки, расходитесь нахер. В конце, после беготни по замку с драконьихой и сбора последних предметов, нам показывают короткую 15-секундную кат-сцену с непропорциональными Шреком Фионой, которые сидят на пикнике и смотрят на закат. Что ж, это заслуженное вознаграждение, спасибо. Вообще, эта игра задумывалась как эдакая соревновалка на время. И что-то мне подсказывает, немало геймпадов было сломано в попытках поставить рекорд другой с таким поганым управлением. В свое время игру я так и не закончил, благополучно забросил ее и больше не вспоминал. Думаю, как и многие другие игроки. На консолях шестого поколения, тем временем, вышла другая соревновалка. Сборник мини-игр под названием Шрек Супер Патия. И, о господи. Ну, если не обращать внимания на визуальное исполнение, то в принципе... Нет, вы посмотрите на это, вы видели, видели? Так, первый Шрек. Я тебя, конечно, люблю, но терпеть кучу твоих видеоигровых отпрысков, я больше не намерен. Давайте их быстро сюда и поскорее помчим дальше. На Game Boy Advance по первому Шрекину выходило три игры. Две японские бетамап-бродилки, в которых даже за Слайф и Ону дали погонять. И гонки в стиле Марио Карт. Поиграть мне в них не довелось, но по первым дума-образчикам видно, что это базовые, миленькие 2D-игры с интересным аудиовизуалом. Ну, а по гоночкам видно только то, как у меня вытекают глаза. Ну, там еще обучалки для школьников выходили... Боже, как же Шреку больно. Ну и не стоит забывать, что в мире ПК в то время происходил настоящий бум-флэш-игр. И наш пузатик не оставался в стороне. В одной из игрушек нам предстояло сыграть Шреком в боулинг, сбивая гномов. Это что, расизм? А в другой мы дубасили ложкой по глазам в супе. Ну, колоритненько. Забавные штуки, но то были официальные игры. А вот в будущем по Шрексу в интернетах выходило много всякого пиратского флэш-хлама. Ну, если вам уж сильно захочется поиграть в эти флэш-игры, то можете рискнуть. Главное, чтобы интернет был стабильным. Ох, нет, невозможно терпеть эти зависания. Фильм не посмотреть, ролик не загрузить, в игру не поиграть. Слышал, проблема может крыться в роутере. А значит, пришло время сделать чекап. Кстати, есть очень удобный сервис от Ростелекома, который позволяет сделать бесплатный замер реальной скорости Wi-Fi сети дома и проверить состояние роутера абонентам любых провайдеров. Нажимаем старт, далее проверяем скорость и другие показатели. Сравниваем с вашим тарифом, и если что-то не так, то сервис предложит пройти короткий тест и даст варианты решения. Все просто. Это крайне удобный сервис, который, ко всему прочему, абсолютно бесплатный. Даже если интернет у вас не отвалился, проверяйте работоспособность вашего роутера время от времени. Это очень важно. Лучше предотвращать проблемы, чем решать их. Посему ссылочку на сервис от Ростелекома оставлю в описании. Ну а мы возвращаемся к Шреку. И вот, наконец, мы подошли к играм по второй части. Игры теперь издавались Activision. Тут для начала сделаем небольшое отступление. Помните, как у первых двух частей игр по Гарри Поттеру были разные версии для ПК и консолей? Так вот, со вторым Шреком, да, более похожая ситуация. Настолько, что игру для винды разрабатывала та же студия, что и делала компьютерного Поттера. No wonder. Начнем как раз с нее. На самом деле, меня безумно удивляет Шрек 2 для ПК. В этой игре невероятное количество минусов. В свое время игровые критики ее нормально так засрали. Местами из-за чисто технических огрехов игра была неоправданно сложной. Геймплей ощущался дисбаланс между персонажами и окружающим миром. Ходьба воспринималась гораздо быстрее, а прыжки гораздо выше, чем тебе было нужно в определенные моменты. И это очень сильно дезориентировало. Мобы довольно однообразные. Герои выглядят, ну, так себе. А в финальном акте Шрекус вообще уменьшился до мальчика с пальчика, глядя на его пропорции с феекрестной. Да и в целом технически игра еле-еле тянет на тайтл образца 2004 года. Но! Еще раз но! Несмотря на все это, в нее, блин, приятнее играть. Я не знаю, может это магия игр No Wonder или что-то еще, но даже сейчас ее проходишь в запои с удовольствием. В качестве такого незамысловатого платформера на пару часов, который скрасит ваш ретро-гейминговый вечер, Шрек 2 вполне заходит. Вот чисто объективной причины тому объяснить вообще не могу. Может быть, делу помогает наша озвучка, куда позвали все оригинальные голоса из мультфильма. Или все дело в знакомых нам еще по Гарри Поттеру в вайбах. Вот ума не приложу. Все-таки, хоть они и были изрядно порезаны и кривоваты, это были обаятельные игрушки. В No Wonder были потрясающие левел-дизайнеры. Они умудрялись из совсем небольшого, иногда даже скукоженного пространства, сделать интересные и насыщенные локации, полные всяких рычажков, тайников, секретных монеток, сундуков, отверстия, откуда на тебя внезапно выскакивают враги. И все это работало на живость и увлекательность их игр. Особенно стоит подчеркнуть такую, казалось бы, банальную, но очень важную вещь, как работа с цветом и светом. На каждом уровне преобладают свои уникальные оттенки, и картинка всегда выглядит очень сочно и насыщенно, без каких-либо серых или приглушенных тонов. Ну и то, что за осла с котом дали побегать, отдельное спасибо. Уникальность этой игры заключается в том, что при всей своей простоте, при всех багах, неровностях, всратеньких модельках героев, она, за счет приятных элементов в виде классного левел-дизайна или прикольного музыкального сопровождения, умудряется работать и своеобразно очаровывать даже сегодня. No Wonder, за это вам огромный респект. Версия для консоли от студии Lux of Lives, которую позже все-таки портировали на ПК, выпустив под заголовком Team Action. Свое время прошла мимо меня. Я вообще ничего о ней не слышал и до недавних пор даже не подозревал, что она представляет собой совершенно другую игру. Если продолжать проводить аналогию с Гарри Поттером, геймплей на этой игра представляет собой Кубок Огня. Платформер с видом сверху, в котором мы переключаемся между разными персонажами. Несмотря на то, что модельки героев ровно такие же, что и на ПК-версии, визуальная игра все же заметно отличается от своего собрата. Локации наполнились большим количеством деталей, да и вообще выглядит невероятно шрексуально. Нам дают помотаться по самым знаменитым местам из мультфильма, включая главную дорогу 3 9-го королевства и болото Шрека, которого очень не хватало версии от No Wonder. Геймплей завязан на классическом платформинге, раздавании сказочных тумаков и взаимодействии героев между собой. Теперь нам дают поиграть за кучу разных ребят, включая Фиону, Прянью и даже Серого Волка. Игра явно рассчитана на веселые посиделки с друзьями и в принципе даже сейчас может доставить кайф. Где ж ты была всю мою жизнь игра? Где ж ты была? Конечно здесь есть для чего докопаться, например искусственный интеллект. По классике подобных игр он тут просто архив сосный. Твои напарники будут вымораживать тебя, пока ты не посидишь к херам собачьим. Ну и камера далеко не всегда ведет себя адекватно, что тоже изрядно напрягает. Но в остальном, блин, это здоровская игра. Мое сердечко конечно навсегда принадлежит версии от No Wonder, но готов признать, если бы я первым делом поиграл именно в данного обращика, то именно он бы стал моим любимчиком. Но сила ностальгии непреодолима. Пишите в комментариях, кто был личным фаворитом у вас. Ну и для Game Boy Advance тоже выходила своя игрушка. Очередной милый базовый 2D платформер. Уверен, у кого-то из баз сейчас даже ёкнуло сердечко от ностальгии. А еще выходила версия для Джавы, и это какая-то, ну, помойка. Также на Game Boy Advance был еще спин-офф с подзаголовком Малиопощаде. В нем нам предстояло играть уже за кота. А потом и у кота была своя паршивенькая игрулька на Джава. Красотища. В общем, еще задолго до своего сольника в кино, Пус в бутцах начал свое похождение в видеоигровом мире. Но к нему мы еще обязательно вернемся. Все в том же 2004-м вышел сиквел Центр Различений. Это был все тот же набор мини-игр, но хотя бы с графоном. Модельки здесь перетащили прямиком из большой ПК игры. Ну и сами игры стали более бодрыми. Поймай кота в сапогах в лесу и дай ему по башке. Аккуратно промчи на карете. Повтори за королем Гарольдом обеденный ритуал. Помоги трюм поросятам испечь кекс и так далее. В отличие от первого центра, вторая часть официально издавалась у нас за довольно баснословную сумму. Зато там была очень классная озвучка от Никиты Прозоровского. Неплохо выглядишь, Шрек. Забавная была вещь. И отдельно на ПК выходил Шрек 2 Огр Боулер. Очередной боулинг, в котором нам надо было пулять Шрека Мафионой в кегле. А может больше не надо боулинга в шрековских играх, пожалуйста. Это какое-то ну слишком странное дерьмо. В 2005-м выходят три игры по Шреку внезапно для телевизора. Да-да, прямо на телеке, прямо с пульта можно было погонять в зеленого, да и не только в него. Британская телевещательная компания Sky TV запустила специальный интерактивный сервис с играми Sky Game Star. На нем выпускали игрушки по губке Боба и потом у Джерри и даже по Луни Кюн снова в деле. Нихрена себе. В основном это были наипростейшие платформеры, но блин, факт того, что ты играл на них с пульта телевизора, я думаю, еще в начале нулевых просто взрывало детишкам мозги. Тогда же, в 2005-м вышла еще одна игра Шрек Супер Слэм. Это был невероятно угарный, веселый и креативный файтинг, в котором раздавать люля-кебабы нам дают вообще за кого мы только захотим. Начиная уже привычными нам героями, заканчивая экстравагантными вариантами. Да, тут даже есть Принц Чарминг и Ослики Дракончики. Дракослики? О-о-о-осракончики? Короче, нам представили очень прикольное мочилу, в процессе которого мы используем всякие подручные средства. Скамейки, стулья, кастрюли, тыквы. В расход идет все. Выглядит это довольно потише. Также очень смешно, при каких обстоятельствах здесь вообще возникают файты. В сказке, которую рассказывает Шрек, кот приходит в местную версию Салуна, пьет молоко и собирается съесть печеньку. Но тут его останавливает шериф Пряня, который заявляет, что в его городе печенье не едят. Ну и начинается махач. И на таких вот прихолах держится вся игра. Ну а наличие кооперативного режима делало все действие еще веселее. Собраться в Шрековское побоище с друзьями и устроить какой-нибудь мини-матч? Да за милую душу. Мне это очень напомнило похожий файтинг по Тому и Джерри для первой PlayStation, которую я до сих пор люблю сей душой. Все-таки есть у меня слабость к подобным вот веселым мультяшным мордобоям. Если у вас тоже, тогда точно не проходите мимо Супер Слэма. У игры также была версия на Nintendo DS, которая ожидаемо сильно отличалась от оригинала, но выглядит вполне себе ничего. В 2006 по Шрексу вновь вышла гонка а-ля Марио Кард. На этот раз не только на портативке, но и на большие консоли. Smash and Crash Racing. Штука, если честно, довольно заурядная. Хотя стоит отметить очень оригинальный дизайн. Так сказать, гоночных болидов. Шрекин скачет на каком-то здоровенном волосатом монстре, пряне ездит на тележке в виде кекса. Ну а сел, конечно же, отседлает дракониху. Как же иначе? Ну не знаю, как-то по мне Шрек в формате гонок вообще не приглянулся. Были еще версии для DS и Game Boy Advance. Но давайте-ка я проеду мимо них. В общем, ладно, давайте не будем оттягивать неизбежное. Пришло время третьего Шрека. Мне бы хотелось вычергнуть этот мультфильм из моей памяти и никогда больше к нему не прикасаться, но увы. Сразу стоит ответить, что игра вышла гораздо лучше первоисточника. Но звезд с неба не хватает. Глобально у нас тут классический коридорный битэмап, где нам снова дают погонять за кучу разных персонажей. Бей, беги, двигай ящики, собирай светящиеся шарики и все в таком духе. Но вот как-то не хватает здесь былого шарма второй части. Большое значение в этом играет визуал игры. Все выглядит слегка отталкивающим с этими световыми фильтрами. Дизайн уровней, но слишком шаблонная. Проработка некоторых локаций выглядит просто смехотворно. Вроде бы уровни стали шире, но при этом они уже не такие насыщенные, как раньше. А элемент платформерности и вовсе куда-то пропал. Но на самом деле, чисто технически, играть все еще довольно интересно и задорно. Но уже нет той самой магии и обаяния. Игра выходила почти на всех тогдашних платформах. Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2, PSP, PK, V, GBA и DS. Хоть третий фильм был поносным, но франшиза оставалась на коне. И какое-то время после выхода триквела продолжали появляться новые игры. Правда, о каких-то полномасштабных спин-оффах можно было уже не мечтать. Игры стали попросту слишком дорогими в производстве. Поэтому все, что выходило по лицензии зеленого, это вновь игрушка на DS, кооперативка, где вам надо вместе тягать рычаги и удерживать шар на доске, сборник спортивных мини-игр, очередные гоночки, только теперь уже на смартфонах. Короче, оставался последний шанс на большую, толстую, необрезанную игру. Нужно было только дождаться выхода четвертого фильма. Выходит мультфильм с игрой одновременно в мае 2010-го. И, увы, четвертая часть по мне вышла довольно неудачной. Из-за ракурса камеры в игре и общего визуального исполнения создается впечатление, что ты играешь в какую-то дешевую MMORPG с очень ленивыми дизайнами локаций, серой цветовой палитрой и насквозь пропитанной атмосферой тоски. Не считая некоторые заводные треки на заднем плане и прикольные кат-сцены, аудиовизуал здесь хочется крыть последними словами. Играть в четвертого Шрека тяжело и заунывно. И, к моему удивлению, ровно противоположное, можно сказать, о следующей игре во франшизе. Кот сапога! Boots & Boots! Это креативное, яркое, залихватское экшн-приключение. Да, геймплей здесь в основном строится на следовании по прямолинейным тишкам, с периодическим платформингом и выполнением всяких промежуточных мини-игр. Стелс, танцы, квик-тайм-эвенты, куда ж без них в игре 2011-го года, игра на гитаре, дуали на шпагах и вроде бы абсолютно проходниковые вещи. Но прелесть и изюминка тут заключаются в исполнении. Хоть тут и опять нас одаривают тоннами световых фильтров, но дизайны персонажей и уровней довольно впечатляющие. Благодаря этому визуально игра воспринимается очень приятно. Действие очень бодрое и динамичное. Создатели придали этой игре стиля и кинематографичности. Классная постановка экшн-сцены-погонь, кат-сцены, стилизованные под иллюстрации. И видно, что тут прям-таки выжимались творческие соки. Конечно же нельзя отрицать и то, что игру не обошли стороной различные неприятные современные тенденции. Посему я остаюсь за классик. И все же это здорово, что последняя полноценная игра по франшизе не ударила лицом в грязь. Шрек после этого еще появлялся в DreamWorks Superstar Karts. Да-да, снова бонки. Это кроссовер героев DreamWorks, у которого, кстати, в этом году выходит сиквел DreamWorks All-Star Kart Racing. В первой части свое время погонять не успел, но вот вторую очень хочу заценить. Может, все-таки технологии подтянут в формат рейсинга? Ну а пока что... End of story. Bye-bye. See you later. Фух, вот этот набор у нас сегодня. Кажется, пора вылезать из этой зеленой жижи и подводить какие-то итоги. Все-таки славны были те времена, когда выходили игры по фильмам и мультфильмам. Да, зачастую это были всратенькие деньгодойки в виде каменерческих приложений, без единого намека на что-то качественное. Но франшиза Шрека из-за своей безумной популярности, ну и жажды денег у DreamWorks, да, смогла показать нам уникальный пример, когда по лицензии выпускают просто миллионы разнообразных игр, причем резко отличающихся в том числе и по качеству. Были и невероятные помои, и очень милые обращики, и даже действительно хорошие, и годные игры, которые работают и без непосредственной привязки к линейке мультфильмов. Жаль, но те времена прошли. И сегодня, в ожидании пятого пузана, с осознанием, что игр по нему мы не увидим, нам только остается, что вспоминать культовую классику. Ну, например, игру, где Шрек катается на скейтборде. Что? Теперь главное сделать так, чтобы зеленый полигональный Шрек не приходил ко мне во снах. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, Бусти и Телеграм. Обязательно смотрите новый выпуск Базуки ТВ. Ссылка есть в описании. И всем пока. Все-таки пришел. Хо-хо. Какая досада.